В эфире телеканал АБТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. На месте падения Боинга 777 террористы отбирают у сотрудников госслужбы по чрезвычайным ситуациям все вещественные доказательства. Спасатели работают под дулами автоматов, сообщает спикер инфоцентра СНБУ Андрей Лысенко. Тем временем советник главы Донецкой обл. администрации Константин Батоский сообщил, что работники ГОСЧАЭС нашли два черных ящика. Однако он не знает, где они находятся сейчас. Сегодня ранее в СНБУ отметили, что не владеют официальной информацией о местонахождении самописцев. Накануне террористы заявляли, что собираются передать их в Москву на экспертизу. В украинском МИД отметили, что это противоречит нормам международного права. Глава внешнеполитического ведомства Федерации Сергей Лавров заверил, что Россия не собирается забирать черные ящики. И в эти минуты продолжается заседание Совета безопасности ООН в связи с крушением Боинга-777. Слушания начались с минуты молчания в память о жертвах в авиакатастрофе на Донбассе. Члены СОБЕЗа ООН призвали провести тщательное международное расследование крушения лайнера. Представитель Великобритании заявил о необходимости в кратчайшие сроки предоставить следователям доступ к месту крушения. Вашингтон считает, что пассажирский Боинг в небе над Украиной сбили ракеты, запущенные сепаратистами. У США есть ряд доказательств, что последние дни террористы получили мощные зенитно-ракетные комплексы «Земля-воздух». С их помощью они уже сбили несколько украинских самолетов. Такого же мнения придерживаются Литва и Австралия. Белый дом выступил с официальным заявлением по поводу катастрофы малайзийского лайнера. Соединенные Штаты настаивают на полном и заслуживающем доверии международном расследовании инцидента. Вашингтон призывает все заинтересованные стороны, Россию, сепаратистов и Украину, немедленно прекратить боевые действия, чтобы международные эксперты могли прибыть на место катастрофы для изучения места аварии. Соединенные Штаты Америки уверены, что авиакатастрофа случилась в первую очередь из-за поддержки России и сепаратистов. Москва продолжает поставлять террористам вооружение, технику и людей. В связи с крушением самолета США призывают Кремль немедленно принять конкретные меры под эскалацией ситуации в Украине и найти пути для прекращения огня. Эксперты ФБР и авиационного агентства уже на пути к месту трагедии. Об этом в своем микроблоге в Твиттере написала журналистка Мирослава Гангадзе. Кроме того, она пишет, что американские законодатели возлагают полную ответственность за инцидент на Россию. Как сообщалось ранее, Обама планирует сегодня сделать заявление касательно катастрофы пассажирского самолета в Украине. На место крушения Боинга 777 выехали 30 представителей мониторинговой миссии ОБСЕ. Сейчас они направляются в Донецк, а оттуда уже к месту катастрофы. Если не будет противодействия со стороны террористов, сегодня вечером или завтра утром инспекторы доберутся к месту падения борта. Сейчас там работают спасатели. Они ищут и тщательно документируют обломки и тела. Президент парламентской ассамблеи ОБСЕ Илка Канерва уже заявил, что есть убедительные признаки того, что малазийский лайнер разбился из-за запущенной ракеты из районов, которые контролируют террористы. Подразделения скрытого наблюдения МВД Украины зафиксировали на видео передвижение виновника крушения Боинга 777. В 4.50 утра тягач с загруженным на него гусеничным ракетным комплексом двигался через Краснодон в сторону российской границы. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, ракеты были расчехлены и одной не было на месте. Сейчас полученную информацию анализируют эксперты. Аваков уверен, что боевики пытаются скрыть следы преступления. Однако СБУ и МВД уже имеют неопровержимое доказательство о том, что в гибели пассажиров самолета виновны террористы ЛНР и ДНР, и их путинские заместители, написал глава МВД Украины. Малазийская авиакомпания уточнила списки пассажиров сбитого самолета. Всего на его борту находились 298 человек. Рейсом Амстердам-Куал-Лумпур летели 154 подданных Нидерландов, 27 австралийцев, 23 малазийцев, 11 индонезийцев, 6 британцев, четверо граждан Германии, четверо бельгийцев, трое филиппинцев и один канадец. Гражданство других пассажиров пока уточняется. Экипаж из 15 человек был малайзийским. Самолет террористы сбили с зенитно-ракетного комплекса «Бук» в 16.21 по киевскому времени. В это время он проходил на территорию, которую контролируют террористы. Борт летел на высоте более 10 тысяч метров. Война вышла за границы Украины. Ее последствия докатились до всего мира. Катастрофу гражданского самолета нельзя квалифицировать иначе, как террористический акт, подчеркнул президент Украины Петр Порошенко. Одним выстрелом террористы убили почти 300 человек. Среди них женщины, дети, граждане многих стран мира. От имени всего государства Украины президент страны выразил глубокое и искреннее соболезнование семьям и близким невинных жертв катастрофы самолета «Боинг-777». Трагедия, к сожалению, лишний раз доказала, что терроризм – не локальная, а мировая проблема. А внешняя агрессия против Украины – не только наша проблема, это угроза европейской и глобальной безопасности. Ее преодоление требует совместных усилий. Сегодня каждый гражданин Украины борется за независимость, суверенитет, территориальную целостность. Весь мир увидел истинное лицо агрессора. Ведь сбивание мирного самолета является актом международного терроризма, направленного против всего мира. Это вызов для всего мира, но решительная воля нашего народа и несгибаемый дух украинской армии непременно приведут к победе. Слава Украине! Украина устанавливает безвизовый режим для родственников пассажиров сбитого авиалайнера. При необходимости визу поставят в паспорт по прилету в аэропорты Борисполь или Киев. Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Андрей Сибига. Сейчас в Борисполе уже работают дипломаты для оказания помощи иностранцам, подчеркнул дипломат. В Донецкой области на месте падения пассажирского лайнера найдено 180 на дно тела погибших в аварии людей, заявил директор департамента консульской службы МИД Андрей Сибига. По его словам, останки для установления личности будут доставлять в морги Харькова. По предварительным данным, погибли все 298 человек, находившихся на борту. Тем временем, украинские силовики продолжают собирать неопровержимые доказательства, что боевики сбили самолет при участии российских специалистов из оружия, полученного от Кремля. Подробности смотрите в сюжете Виктории Лопатиной. Украинское правительство призывает международных специалистов приобщиться к расследованию причин катастрофы малазийского лайнера. Премьер-министр Арсений Яценюк отметил, официальный Киев будет действовать исключительно в рамках международного права и приложит максимум усилий, чтобы всему миру стали известны настоящие причины катастрофы. Мы соберем все доказательства. Мы проведем все экспертизы. Залучим международное співтовариство. Привлечем международное содружество. Мир должен знать реальные имена преступников. И мир должен знать те страны, а точнее ту страну, которая поддерживает этих преступников. Сейчас же международные эксперты не могут попасть на место катастрофы. Об этом сообщил спикер Совета нацбезопасности и обороны Андрей Лысенко. По его словам, украинские власти не контролируют территорию, на которую вчера рухнул сбитый Боинг-777. Пока эта территория находится под временным контролем террористов, говорить о конечном результате расследования или начало этого исследования мы не можем. Украинская власть делает все для того, чтобы на место трагедии были допущены международные эксперты и члены специальной комиссии, созданной по распоряжению президента Украины. Более того, согласно международному праву, бортовые самописцы разбившегося малазийского авиалайнера или так называемые «чёрные ящики» должны находиться на территории государства, где произошёл инцидент в Украине. Все останки, все следы катастрофы, найденные, они должны оставаться на территории Украины. Все действия, связанные с перемещением останков самолёта или бортовых самописцев, они неправомерны и противоречат всем нормам как международного права, так и действующего законодательства Украины. Пассажирский самолёт был сбит террористами ДНР из зенитно-ракетной установки «Бук». Об этом заявил глава службы безопасности Украины Валентин Наливайченко. Вместе с тем он обнародовал доказательства, что боевики получили из России оружие. Это подтверждается перехваченными разговорами террористов. Он также сообщил о задержании пограничниками и СБУ двух граждан России на границе в Донецкой области. Оба имеют российские паспорта. Один даже додумался поехать с российским военным билетом, где его военная профессия, то есть военная профессия, указана как корректировщик огня. Это ещё один элемент доказательной базы, который уже сегодня нами приобщен к уголовному производству. И оба корректировщика огня, российские военнослужащие, сейчас будут допрошены. Глава СБУ отметил, что следствие будет выяснять, какой именно огонь их отправляли корректировать из России. Виктория Лопатина, Тараш Чкан, БТБ. Разведка Соединённых Штатов Америки пришла к выводу, что Боинг-777 малазийских авиалиний, скорее всего, сбили пророссийские сепаратисты. Об этом говорится в предварительных результатах расследования. Американской разведке сообщает CNN со ссылкой на свой источник в Пентагоне. Ранее канал также заявил, что правительство США считает, что Украина не имела ни мотивации, ни возможности применить средства ПВО в том регионе. Об этом каналу рассказал источник в правительстве США. В частности, чиновник отметил, что администрация Обамы с помощью мирового сообщества пытается надавить на пророссийских боевиков, чтобы те позволили экспертам из третьих стран увидеть место падения самолета, осмотреть повреждения и выяснить причину крушения лайнера. Президент Украины высказал премьер-министру Австралии Тони Эбботу глубокие соболезнования по поводу гибели в авиакатастрофе граждан его страны. Петр Порошенко заверил, что Украина обеспечит все необходимые процедуры по расследованию обстоятельств и захоронения погибших. Собеседники осудили этот факт акта международного терроризма и сошлись во мнении, что это следствие поддержки России и боевиков на востоке Украины. Ранее премьер-министр Австралии Тони Эбботт обвинил Россию в крушении пассажирского лайнера и потребовал, чтобы Москва ответила на вопросы о поддерживаемых России повстанцах, которые, по его словам, стоят за катастрофой. Также он сказал, что посол Российской Федерации в Австралии был вызван для обсуждения этого вопроса. Ранее выступая в парламенте, Эбботт обвинил пророссийских спаратистов в уничтожении самолета, на борту которого, среди прочих, находились 27 австралийских граждан. Нас не удовлетворил ответ российского посла, который обвинил во всем Украину. Мы все знаем, что есть проблемы в Украине. Мы также знаем, кто на самом деле виноват в этих проблемах. Идея, что Россия не имеет ничего общего с этой трагедией, потому что это произошло в воздушном пространстве Украины, честно говоря, не выдерживает никакой серьезной критики. Главный виновник трагедии с Боингом сидит в Кремле, а его пособники в Берлине, Брюсселе и Риме. Так прокомментировал катастрофу малайзийского авиалайнера бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook. Он пишет, что позавчера Европейский Совет не смог договориться о серьезных, то есть секторальных санкциях, а вчера самолет с живыми людьми упал с неба. На глазах всей Европы российская бронетехника и средства ПВО пересекают границы Украины, а Европа предпочитает бесстыдно смотреть в другую сторону. И вот российская ракета, переданная безо всякого сомнения террористам по указанию Путина, попала в самолет с сотнями европейцев на борту. И теперь хозяин Кремля цинично обвиняет во всем Украину. Вот, мол, не сопротивлялась бы Украина и не надо было бы сбивать самолет, и пишет экс-президент Грузии. Цветы, свечи, детские игрушки и скорбь. К посольствам Нидерландов и Малайзии не иссякают поток украинцев. Они приходят выразить свои соболезнования погибшим в страшной авиакатастрофе. Украинцы со слезами на глазах несут к посольству Нидерландов цветы, свечи, детские игрушки. Говорят, катастрофа никого не может оставить равнодушным. Потому что я искренне соболезную родным погибшим. Потому что это ужасно, это страшно, это недопустимо. Я прошу, остановите это. Между букетами цветов импровизированные плакаты «Россия, остановись» и «Путин убийца». Люди уверены, теперь идет война не только между двумя странами-соседями. Это война России со всем миром. Мы знаем, что виноватся в году Путин, который... Я не считаю, что Россия вся разделяет, и обвинять о том надо всю Россию. Это Кремль, это олигархи, это те, которые... Клан Путина, которые считают, что им все позволено, что они могут решать судьбы людей. Это уже понятно, что это война совсем не Украина и Россия, а это война Путина против, наверное, всего цивилизованного мира. Против демократии, свободы. В этой трагедии виноваты люди, для которых не ценен человек. Люди, которые могут спокойно жертвовать жизнями людей ради каких-то своих интересов, какой-то власти, каких-то своих желаний. Я думаю, мы все знаем, о ком я сейчас говорю. У посольств украинцы единогласно говорят, США, Европа, Азия, весь мир должен, наконец, подняться, чтобы остановить агрессора. Иначе это может обернуться еще большими человеческими жертвами. Жесткие санкции экономические, политические, военные. По крайней мере, я не думаю, что кто-то может подать руку Путина после этого случая. Если этот человек найдется, ну, это будет еще более печально. Переговорный процесс, этого недостаточно, этого мало. Введение экономических санкций секторальных и диалог на уровне ООН, на уровне миротворческих миссий на Востоке. Екатерина Доброгорская, Владимир Настарчук, БТБ. В Луганске террористы продолжают обстреливать жилые кварталы. В результате взрыва фугаса возле остановки общественного транспорта погибли 8 человек. Как сообщат очевидцы, снаряд разорвался просто у светофора в районе Восточного рынка. На месте лежат тела погибших и видна воронка от боеприпаса. По сообщению пресс-службы Луганского гурсовета, сегодня в городе в общем погибли более 20 мирных жителей. Ну а жители Донецка не поддерживают сепаратистов и требуют от них покинуть город. Группа женщин встретилась с так называемым народным губернатором, самопровозглашенной ДНР Губаревым. На видео, размещенном в интернете, жительница Донецка говорит, что даже те, кто голосовали за ДНР, теперь их не поддерживают и просят боевиков не делать их заложниками в войне и покинуть город-миллионник. Павел Губарев отвечает, что им некуда бежать и предлагает женщине самой выехать из города. Поселение не поддерживает войну, и мы хотим жить мирно, и для этого сделайте первый шаг, сделайте. Уйдите, уйдите, освободите миллионник город, не сделайте нас заложниками, поэтому мы должны с вами погибнуть. Что вы делаете с народом? Понимаете, мы голосовали раньше за вас, а теперь все против вас. Варианты, как развязать этот конфликт, проанализирует политолог Максим Разумный в программе «Национальный интерес». Смотрите уже буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова